Зимой в лыжном походе вас слепит не только низкое солнце, но и зайчиков от снега поймать можно. Поэтому в стародавние до коронавирусные времена были куплены лыжные очки. Самые простые, самые дешевые, ну и которые соответствовали моим прихотям. Ну и что я имею в этих очках? Защита от ультрафиолета, очень удобная резинка, правда не просиликоненная внутри, как на дорогих моделях. Мягкий поролончик между остеклением и мордой лица, ну и собственно говоря, само сферическое остекление. Оно оказалось конечно немного темновато, но мне не критично, потому что глазам в них легко и приятно. Китайцы меня ни в чем не обманули, но только была одна маленькая проблема. Напрочь отсутствовала вентиляция и очки запотевали. Ну собственно говоря, про вентиляцию производитель сильно и не хвастался. Надо было как-то выходить из этой ситуации и решение было максимально простое, просверлить дырочки в поролоне. Но если мы просто просверлим дырочки в уплотнительном поролоне, то это дело совершенно бесполезное, потому что надев на лицо, мы их просто пережмем и вентиляции не будет. На помощь пришла силиконовая трубочка диаметром 8 мм. В уплотнении мы просверлили дырочку чуть поменьше диаметром 6 мм и усилили ее силиконовой трубочкой, посадив ее на клей. На универсальный клей для ПВХ. Наделав, как мне казалось, нужное количество вентиляционных отверстий, я отправился на первые лыжные испытания в поле. Эти испытания показали, что вентиляции катастрофически не хватает. Надо было делать еще дырочки, потому что маска запотевала, как будто вентиляции я и не делал совсем. Были проделаны еще дырочки и еще раз проведены испытания, и снова была вентиляция недостаточно, потом еще проделаны дырочки. На улице уже была весна, снег местами подтаял, но температура была минус 9 градусов. Только тогда, когда отверстия были просверлены по всей верхней части маски и также по нижней с определенным шагом, и небольшой прохват по лесу, увеличив подделение на лице, показал, что маска не потеет. Но все равно оставалась одна нерешенная проблема. Очки запотевали, если была одета балаклава. Ну такая вот, лицевая маска. Лицевая маска задерживала выдыхаемый теплый воздух, и он поднимался прямо в вентиляционные отверстия очков. Решил попробовать заткнуть эти вентиляционные отверстия первым подручным материалом, который мне попался в лесу, порезал его на мачете и закупорил вентиляционные отверстия с нижней части очков, чтобы теплый воздух от балаклавы не поступал в очки. Однако результат оказался абсолютно нулевым. Использовать данные лыжные очки вместе с балаклавой просто невозможно. И как позже выяснилось, это обычная проблема многих очков. И тут я решил попробовать обработать линзу маски антизапотевающим средством для автомобильных стекол. И снова прохват по лесу, снова пот с лица. Средство от запотевания автомобильных стекол помогло лишь частично. Но это уже был какой-никакой, но прогресс. Но с этой злой жидкостью есть одна небольшая проблема. Если ее наносить на морозе прямо на линзу очков, то она замерзает и кристаллизуется. Но если эту жидкость носить дома перед выходом на улицу, то это решение проблемы вполне себе имеет место быть. Жидкость от запотевания автомобильных стекол выполняет хорошо свои функции на лыжных очках. И не надо извращаться с хозяйственным мылом, как некоторые советуют. Ну и что мы получили в итоге? А получили мы вполне себе достойные недорогие очки для катания на лыжах в солнечную погоду. И они отлично защищают пусть от не очень яркого, но очень низкого зимнего солнца. А также от всяких снежных зайчиков. Так что подписывайтесь сейчас прямо на мой канал, если еще не подписаны, а то мало ли какие лайфхаки вы пропустите. Ставьте лайки, дизлайки, мне совершенно без разницы, лучше конечно лайки. И оставайтесь на канале, смотреть видео дальше. Здесь много чего интересного.